Здравствуйте, я студентка 6 курса педиатрического факультета 9 группы Таспаева Индира Маратовна. Разрешите представить вам доклад на тему особенностей течения и лечения туберкулеза у больных с сахарным диабетом 1 типа. Сахарный диабет является фактором риска развития туберкулеза. У больных с сахарным диабетом туберкулез выявляется в 3-14 раз чаще, чем у остального населения. Особенно подвержен туберкулезу пациента с тяжелым декомпенсированным диабетом и с осложнениями этого заболевания, что обусловлено снижением фагоцитарной активности лейкоцитов, нарушением обмена веществ и дисбалансом ферментов, который определяет естественную резистентность организма. Проблема туберкулеза легких у больных с опустующим сахарным диабетом в условиях повсеместного распространения лекарственных устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза и неуклонного роста распространенности сахарного диабета является актуальной для современной птизиатрии. Целью работы было оценить влияние сахарного диабета первого типа на течение и лечение туберкулеза при их сочетании. Сахарный диабет первого типа обусловлен практически полной деструкцией бета-клеток поджелудочной железы. В стадии выраженных аутоиммунных нарушений происходит прогрессирующее снижение секреции инсулина вследствие развития инсулита, который вызывает гибель бета-клеток преимущественно путем апоптоза. В основе птизогенеза в сахарном диабете второго типа лежат два ведущих фактора – инсулинорезистентность и дисфункция бета-клеток. Хроническая гипергликемия приводит к гиперинсулиномии, что приводит к повышенной периферической резистентности к действию инсулина. Нарастает относительный дефицит инсулина, что постепенно приводит к атрофии поджелудочной железы и к абсолютному дефициту инсулина. Особенности сочетания туберкулеза с сахарным диабетом Выделяем три возможных варианта сочетания с сахарным диабетом и туберкулеза. Первый вариант – туберкулез развивается на фоне сахарного диабета, причем пики заболеваемых туберкулезом у больных с сахарным диабетом приходятся на 1, 2 и 13-14 годы болезни, в связи с тем, что первые годы течения диабета характеризуются нестабильностью иммунного статуса организма, а после 13 лет заболевания создается в фон длительного нарушения обмена веществ. Второй вариант – оба заболевания выявляются одновременно. И третий вариант – туберкулез предшествует с сахарным диабетом. Среди больных с туберкулезом с сахарным диабетом встречается реже всего. В последнее время значительно возросло количество больных с сочетанием туберкулеза и с сахарного диабета, у которых первым был выявлен туберкулез. Наиболее тяжелое течение заболевания отличается у того заболевания, которое возникло первым. Особенности течения туберкулеза у больных с сахарным диабетом. Характерными особенностями туберкулеза легких у больных с сахарным диабетом 1 типа является более острое начало и бурное прогрессирование, а также быстрое формирование обширных инфильтративных поражений с множественными участками деструкции небольшого размера. Нередко встречается нетипичная локализация в передних сегментах, а в 40% инфильтрата его является в нижнем водолях. Противоположность этому туберкулез легких у больных с сахарным диабетом 2 типа чаще характеризуется незаметным началом и торпидным течением, специфические изменения в легких чаще бывают ограниченными, полости распада одиночными, а размеры их более крупными. У больных с сахарным диабетом 1 типа во многих случаях наблюдается первичная туберкулезная инфекция, явившаяся результатом экзогенного инфицирования. У больных с сахарным диабетом 2 типа в большинстве случаев речь идет о пандогенной реактивности, произошедшей на фоне нарушения углеводного обмена. Клиническая картинка туберкулеза при сахарном диабете. К числу первых клинических появлений туберкулеза при диабете 1 типа следует отнести ухудшение течения диабета. Именно до компенсации диабета появляется ранняя туберкулезная интоксикация у детей. У подростков туберкулез нередко диагностируется в период диабетической помы, а взрослые обращаются к врачу с жалобами на ухудшение течения диабета. В дальнейшем частота и выраженные симптомы контоксикации и поражения плеврой, бронхов и легких нарастают, как это свойственно туберкулезу, с утяжелением клинической формы туберкулеза и увеличением протяженности процесса. Туберкулез легких у больных с сахарным диабетом 2 типа часто возникает и протекает с невыраженными клиническими симптомами. Появившаяся слабость, понижение аппетита, потливость, а также субридрильная температура часто расценивается больным и врачом как ухудшение течения диабета. Малосимптомное течение туберкулез затрудняет его выявление, в связи с чем у больных с сахарным диабетом 2 типа нередко туберкулез диагностируют при наличии выраженных симптомов туберкулезной интоксикации и клинической картины острого воспалительного поражения легких. Течение больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом является сложной и трудной задачей, обусловленной многими причинами. При данной патологии у больных нередко выявляется мультирезистентный синдром или микобактерия туберкулез с расширенной резистентностью, что само по себе требует индивидуального подхода и сопровождается низкой эффективностью лечения. Ситуация сопровождается и тем, что в таких случаях возникает необходимость применения препаратов резервного ряда, которые обладают большей токсичностью и с учетом особенностей сахарного диабета часто сопровождаются побочными реакциями, что негативно оказывается на эффективности лечения. Непереносимость ряда препаратов и побочные реакции не дают возможность назначить полноценную комбинацию химиопрепаратов. При сахарном диабете первого типа наиболее частыми осложнениями является диабетическая нефлопатия, которая требует уменьшения дозы противотуберкулезных препаратов вдвое при ежедневном назначении или применении интермитирующих режимов приема. А при склонности кетоацидоза возникает непереносимость реакцина. При сахарном диабете второго типа чаще наблюдается диабетическая ретинопатия. Возникает риск ухудшения зрения при применении и табутола. И полинеэропатия, которая ухудшает переносимость из ониазида и приводит к необходимости применения иных препаратов группы ГИНК, таких как фтиазид, метазид, феназид. Препаратным выбором здесь является феназид. Туберкулезное воспаление и противотуберкулезные препараты отрицательно влияют на инкреторную функцию поджелудочной железы и чувствительность к инсулину тканей организма. В связи с этим в процессе противотуберкулезной терапии неизбежно увеличение потребностей в инсулине. При диабете первого типа до 60 единиц в сутки. У больных диабетом второго типа при распространенной туберкулезе назначают комплексную и снижающую глюкозу кровотерапию пероральными средствами и инсулином. Лечение проводят по соответствующим режимам химиотерапии, но с осторожностью назначают пизониазид и аминогликозиды. Оптимальная комбинация при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом состоит из феназида, рефабутина, перозинамида и тамбутола. Таким образом, сочетание туберкулеза и сахарного диабета двух конкурентных заболеваний приводит к тяжелому течению каждого из них и значительно ухудшает состояние пациента. При сочетании туберкулеза и сахарного диабета оба эти заболевания, если не коррегировать обменные нарушения, прогрессируют очень быстро. Второе. Течение туберкулеза при сахарном диабете первого типа, в отличие от туберкулеза при сахарном диабете второго типа, с острым началом и бурным прогрессированием, быстро формируются обширные фильтративные поражения с множественными участками деструкции, с нетипичной локализацией в нижней доле легкого. Третье. Улучшение клинического течения туберкулеза и диабета может быть достигнуто лишь при условии раннего выявления и этиоперогенетической терапии каждого из них. Только при компенсации сахарного диабета возможен благотриятный исход туберкулеза. Всем спасибо за внимание.